Познавая любой объект Мы задаем вопросы не только себе, мы задаем вопросы не только объекту, преподавателю, но вектор от нас исходит, этот вектор, вектор вопроса. Информационный подход с точностью до наоборот, традиционный диалог. Есть вопрос преподавателя, заранее передаваемое содержание обучения и ответ студента, который обязательно должен быть ведомым за ведущим вопросом преподавателя. В данном случае как раз таки и методологически и методически инициатива принадлежит в познании уже самому студенту. Поэтому мы можем говорить о некоем обратном диалоге или о некоем евристическом диалоге, который фактически позволяет познавать мир для студента исходя из своих особенностей. Если выбрать именно такой уровень методологии. И вообще в вопросе есть очень много чего. Есть не только знания, есть и рефлексия, есть и творчество степени отклонения, есть эмоциональный контекст, который, я знаю, на ряде филологических дисциплин как раз таки служит так же и очень серьезной такой критериальной базой для оценки. Интонация. Я не хочу сказать, что большой изнуток китайского языка, но у китайцев, если ты без интонации начнешь что-то произносить, как в романо-германских языках, то что не поймут. И еще хуже неправильно. Вот как научить вообще задавать на занятии даже вопросы? Ну, для этого есть, существует специальный метод. Методы. Мы с одним из них знакомились, методом Ителиана, ремнеримский оратор, который на основе вопросной матрицы из семи типов вопросов позволял составить какую-то определенную цепочку. Сократ тот же самый практиковал очень хорошие вещи, когда предоставлялась возможность задать своему оппоненту, собеседнику, такие вопросы, ответы на которые привели бы ему к прямо противоположному мнению относительно исходности. И вот тут-то происходило открытие. Вот я до начала, вот я после начала. Это два разных мнения. И вот это давало целостность, определенную методоприменность. Так вот в данном случае, что из себя вообще представляет методология научного познания с точки зрения вопрошения? На первом этапе мы всегда задаем методологию, задаем вопрос из группы вопросов что? Например, мы выделяем объект из ряда других, описываем свойства этого объекта. Мы этот вопрос задаем применительно к какому-то конкретному, правда же, содержанию нашей действительности. Дальше мы переходим к нахождению взаимосвязей между выделенными свойствами. То есть как связано один компонент с другим, как связано, например, ускорение с гравитацией, или, предположим, скорость еще чем-то. А третий этап, это уже уровень творческий. Пройдя первый и второй, мы можем, в общем-то, устанавливать и самостоятельно объяснять те или иные закономерности. И вот аналогично, точно так же и в учебном познании, есть три таких группы, еще раз повторю, что, как, почему, это не буквальные вопросы, а именно группы вопросов. Каждая из которых дает ответ на фундаментальный такой класс, этап познания. Например, группа вопросов что? Что мы изучаем? Вот он объект. И вот здесь, как раз-таки, это самый нижний уровень, и роль преподавателя, это просто-напросто предоставить возможность познакомиться с некими узловыми элементами стандарта по данной теме. Дальше вопрос как? Как этот объект описан вообще в культуре? Мы задали вопросы из группы, что, да, свое представление составили, а каково описание этого объекта в книжных других источниках? И третий вопрос, отклонение, а почему мое представление не во всем совпало с культурно-историческим аналогом? Поэтому данная триада вопросов, что, как, почему, созвучная триада, педологии познания, она как раз-таки является модельной триадой. Еще раз повторю, вопрос из группы что не обязательно начинается на именно это слово что. И деятельность как раз-таки обучающегося, она также может быть подвержена вот этим трем основным этапам. На первом этапе предоставляется возможность исследовать ключевые объекты по теме занятия, получить на них ответ. На втором этапе доказать или опровергнуть утверждение, которое составил преподаватель. Очень сложно поначалу, потому что надо подумать, как это мне будет взять и обосновать свою или иную точку зрения. А третий этап, это одновременно и доказать, и опровергнуть утверждение. Ну, например, скажем, приведи самые сильные и самые слабые стороны какого-либо события, которые имели место в твоей жизни сегодня. Вот некий пример того, как можно посмотреть на вещь еще с разных сторон. Вот в вопрошании примерно то же самое. Докажи, что, например, не знаю, там, все реки текут там в таком-то направлении, и одновременно опровергнуть это утверждение, исходя из имеющихся от себя предметных знаний. Либо же, может быть, на этом этапе дополнительно предоставлена возможность вообще сформулировать свою какую-то проблему, сформулировать свое задание. Ну и вот дальше идет просто, здесь технологически описывается, подробно я останавливаться не буду, на том, что определяет деятельность преподавателя, что определяет деятельность самого обучающего. Хочу только подчеркнуть, что роль преподавателя кардинально меняется. Это не даватель информации внешнего содержания образования и оценщик, приемщик того, насколько она эффективно была усвоена, а это некий организатор, который действует в ситуации неопределенности. Принципиальное отличие от того, что есть, опять-таки, в том же развивающем обучении, там, Давыдова, Конина. Почему? Потому что в данном случае, может быть, вопрос задан, например, любой. Нужно уметь уйти от провокации, нужно уметь выдержать вот эту вот кангу, и преподавателю просто нужно иметь элементарный план ведения подобного рода занятия диалогом. Вот докажите или опровергните, например, высказывание известного историко-географа Ивана Николаевича Гумилева. Кризисное состояние нашей цивилизации заключается в инновировании времени как-то холодно. Может быть, кстати, это утверждение использовано как для географов, может быть, использовано как для культурологов. Но ключевые конструкции вопросов-подсказок. Еще раз смотрю, это не сами вопросы, это некая, скажем, такая матрица, которая на первых порах может позволить помочь сформулировать свои вопросы, обучить постановке вопросов. Например, можно ли считать, что активность цивилизации, мера ее историчности, неразрывно связана со временем? Ну, подсказка, вопрос из группы «что?». Тогда справедливо ли будет утверждение, что активность, сопряженность с незамечанием времени, означает то-то и то-то? Если да, то правильным ли будет утверждение, что? Вопрос из группы «почему?». То есть он уже означает некий такой третий творческий уровень вопрошания. Вот подобного рода, кстати, задания, они могут иметь место и в учебной литературе. И это уже несколько иная учебная литература, чем та, которая вначале дает информацию, а потом приводит в конце перечень вопросов, на которые студент должен ответить. Здесь студент должен сформулировать вопросы. Это обратная деятельность, в кавычках. Кстати, есть и юристические учебники, и там соотношение традиционных компонентов, информационного материала, заданий, которые направлены на познание объектов действительности, задания, которые направлены на создание студентам своего собственного содержания, образования, знания, да, они отличаются, причем иногда диаметрально от традиционного учебника. И, соответственно, какие критерии оценивания? Вообще можно условно разбить виды вопросов на три основные группы в полном соответствии с основными видами деятельности студента. Это познавательные, креативные и аркдеятельностные. Ну и вот некоторые типы вопросов, когнитивные и интенсивные вопросы, направлены на более глубокое изучение нового материала. И как раз это может четко оценить, скажем, инструмент для, линейка для того, чтобы оценить, насколько глубоко в вопросе произошло погружение в тему. Экстенсивные вопросы, они могут выходить за рамки темы и сравнивать с другими темами. Креативные вопросы, они, наоборот, направлены уже в глубь междисциплинарного знания. Ну, например, можно ли утверждать, что характер выгасания культуры народа носит инспоненциальный характер. Это занятие относится больше к гуманитарной или математической, скажем, направленности предмета. Может быть и так и это. И математику можно изучать через различные виды функциональных зависимостей, через материал, который выходит за рамки сугубой математики. Вот пример некоторых вопросов, которые имеют разную ценность. Например, преподаватель задает у вас, какие основные характеристики алгебраических функций. Понятен вопрос. Потом, можно ли считать, что поведение человека как процесс в самых разных сферах может быть описан с помощью основных алгебраических функций? Немножко другая, да? Ценность вопроса. Третий вопрос. Есть ряд алгебраических функций, заранее они даются. А дальше сопоставьте каждую из этих функций с различными видами своей деятельности. Например, обучение определенному предмету, подготовка к экзамену, поведение с представителем противоположного пола. Объясните выведенное соответствие и сделайте вывод о том, какая зависимость отвечает в большинстве случаев вашей натуре. Это уже вопрос, который претендует на роль даже задания. Я это привожу именно по той причине, эти вопросы, чтобы, в общем-то, сформировать определенное представление о том, что ценность когнитивных, креативных вопросов, она может быть очень разной. Каковы эти вопросы? Вот, пожалуй, на этом мы теоретическую монолог можем закончить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!